С 1 января в Самаре установлен единый коэффициент видов разрешенного использования при определении арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничены. Соответствующее решение было принято Самарской Думой вынужденно, по решению суда после обращения регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Если раньше этот коэффициент учитывал территориальный фактор, вид строения и вид деятельности, то есть отличался для крупного бизнеса и для малого предпринимательства, то теперь он унифицирован для всех. Из-за этого у одних арендная плата снизилась, а у других поднялась в 4 раза. Учитывая экономические последствия такого решения, городские власти направят в региональное правительство обращение об установке на 2023 год ограничения на рост годовой арендной платы. Мы предварительно уже обсудили эту позицию с Министерством управления имуществом. Есть у нас практика, это ограничить рост арендной платы на переходный период с 1 января текущего года до конца этого года. Эта мера не коснется тех, у кого арендная плата снизилась, а у тех, у кого плата повысилась, ее рост будет ограничен в несколько раз. На данный момент время, на этот год, с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года, это будет определенный процент, это не в 4 раза. Предложение было озвучено на встрече городских властей с самарскими предпринимателями. Собравшиеся встретили его с одобрением. Это положительный момент, да. Власть нас услышала. Все какие вопросы были, да, я сегодня услышал. Также на заседании было принято решение создать рабочую группу, куда войдут представители профильных департаментов и самарского бизнес-сообщества, чтобы вместе найти решение этого вопроса, которое будет экономически целесообразным как для крупных предпринимателей, так и для малого и среднего бизнеса. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События.